вот она здорово народ сибиряк 007 с вами долго думал куда сегодня поехать на рыбалку вчера был очень сильный ветер несмотря на то что было тепло метров 8 в секунду с порывами до 15 и в общем получилось так что не получилось съездить а сегодня просто день контраста штиль тишина на день передают 1-2 метра в секунду прекрасная погода решил съездить на один из щучьих водоемов половить еще на воблеры с лодкой потому как прогноз погоды на дальнейший месяц передает не очень приятные цифры уже будет и минус и снег и невысокая температура холодно а с лодкой в такую погоду ловить не очень приятно да хоть даже из берега в это место уже не проберешься скорее всего из-за дождей поэтому скажем так уравьем последний теплый денек уходящего сезона вот она ну сдаваться будешь нет ну вот и первый щупакабра местного водоема вот такой вот темненький загорелый побросал воблеры но по воблеру пока реакции нету решил поставить вот резину неогруженную побросать по лопухам потому что видел пару щуп которые в лопухах ну ушли меня напугались а на чистой воде поклевок пока не было ну и вот резина без огрузки это всегда актуально в таких местах беги скажите достал со своей резиной на джиг с резиной на лопухах с резиной в жоповниках с резиной везде с резиной ну что сделаешь так вот у меня получается что на резину мне удобнее всего ловить везде практически и в любое время приманка кстати это виброхвост прайм 100 миллиметров вот такое на овсетнике 4.0 лакиджоновском вот вышло схватило в лопушках приятненько одну тему скорее всего уже раскрыли то есть на резину в лопухах она реагирует и это очень хорошо что если не будет по крайней мере с воблерами контакта то хотя бы на резину здесь достаточно много рыболовов плавает со спиннингами у меня только что проплыло сразу две лодки в каждой по два человека вот и соответственно прессинг достаточно особенно на открытых участках то есть никто практически по лопухам по самой траве не ловит пробивают именно открытые участки воды поэтому там поймать сложнее всего а вот в таких вот заросших местах ну не видел чтобы ловили поэтому им нужно уделять особое внимание думаю сегодня а вот и солнышко поднимается ну точнее не поднимается вылазит из-за тучки на утро пасмурность передавали а на день солнечно вот оно солнышко вылазит ай как хорошо замечательное время не холодно не жарко все красивое такое желто-зеленое контрастное вода прозрачная тут видимость я не знаю наверное метра три видимость просто все видно рыбка более-менее активная а если это еще сопровождается хорошей теплой осенней погодой это просто великолепно отдыхаешь всем чем можно сошла редиска сошла под лопух залезла и сошла вот зараза моголончика хотела скушать шакаловского очень нравится этот воблер но я его пока до сих пор не разловил тот самый редкий случай когда нравится воблер нравится его игра все нравится но рыбу поймать не могу вот это была первая его щука которая хотела съесть ну блин так неудачно под лопух сразу завернула и отцепилась обида конечно но на самом деле по меркам этого водоема все уже очень неплохо рыбалка не так давно началась я уже одну поймал и одну получается одна сошла у всех рыбаков кого не спрашиваю как дела у всех ничего в принципе это нормально щуки здесь немного щука здесь хитрая дрессированная потому что постоянно кто-то ловит а выходные так вообще поэтому каждая поклевка это трудовая заработанная поклевка однозначно такой вот интересный водоем на халяву здесь рыбу не дают вообще никогда вот есть есть в этом месте она постоянно тусуется сюда уй какая какая крупная эть ну вот наконец-то я и разловил магалончика так мы сейчас тебя нежно отцепим это щука у нас клюнулась дискотеки тут музыка орет вовсе она возле этой музыки стояла похоже и с нами понравилось ау еще откинул максимальный вылет вот она вот она рыба моей мечты ухты роботу моей мечты что я не ожидал что она будет такой-то хорошая пухлопухи залезла зараза станем поудобнее сачок подготовим это больше не было это нет ну вот это вообще норм охренеть это ребята охренеть просто вообще вот как стоять стоя так и охренеть да вы посмотрите на эту красотку ребята ну это по местным меркам почти трофей отличная щучка тут добрый килограмм чик наверное она что попалась как вы думаете конечно блесна колебалка выручает тошно да я маленько просто в шоке что вот такая вот попалась она сопротивлялась так достойно она сразу в камыши ломанулась я уже думаю что там за монстр просто фуф да и думаю поставлю колебалочку попробую может быть на нее чем-нибудь клюнет воблеры гонял резину гонял но пока что тишина после того маленького щеренка здесь вот хапнула колебалка мэпс циклоп единичка циклоп просто офигенная колебалка ребят если у вас ее нету то очень рекомендую чтобы она у вас появилась вот так вот она мне сама ее выклюнуло отличный щекарик просто вообще хилушечка такая добрая ну это я заберу лодку повезу у родителей выгружать и маме отдам мама пускай приготовить ну вот попалась первая хорошая щучка настроение сразу просто зашкаливает хочется речку проплыть от начала до конца обловить каждый куст потому что начала немножко унывать выше когда проходил много лодок много рыбаков стоит две сети то есть сегодня воскресенье вчера в субботу здесь видимо было весело все прочесали вдоль поперек ну как бы уже появились плохие мысли что скорее всего рыбалка может не получиться проплыл ниже здесь получается сужение реки она сужается с двух сторон по-прежнему идут эти лопушки а из-за ее сужение течение ускоряется становится таким ну приличным уже по меркам данной речке как бы перекатик образуется ну вот я блесной обкидывал обкидывал вдоль лопушков ну решил думаю да я кину максимально далеко и проведу вдоль потом хотел поменять приманку поменял кинул вдоль как раз почти самого выброса на хлоп и подсела сразу в камуши до такое сопротивление бодрое прям здорово maps циклоп желтенького цвета волшебная блесна прям и меня сколько раз уже выручала и у друзей моих тоже моих тоже они не самые хорошие отзывы надо будет на будущий сезон обязательно купить еще двоечку это единичка а вот двоечку потяжелее чтоб где-нибудь на большой воде можно было использовать колебалку универсальная классная ну что продолжим ловлю вот она у к хорош и свалилась ну ё-моё ну что такое но оби даже просто невероятная мой магалон ой засранец две щуки сегодня слил но блин зато три уже на его счету соблазненные но это наверно было конечно не такая как предыдущая но тоже очень неплохая судя по сопротивлению так злостно еще стукнула думаю верну этот воблер потому что на него уже было то есть поимка и сход вот пожалуйста вылетела из камыша и мимо кассы к сожалению это при том что мне здесь крючки замененные крючки стоят не родные на размере их увеличил того в на русские тройники ну вот как-то она его неудачно хапнула зараза такая кстати говоря по комплекту снастей думаю вопросы обязательно появится чем сегодня ловлю это спиннинг норстрим динамик 3 длина около двух метров он 203 у него длина тест до 21 грамма паук какой-то на руку не залез катушка размером вес половиной тысячи плетенка 08 по-китайски по факту полторашка топи сцефан из старой серии вот палочка новая сегодня с ней первая рыбалка спиннинг для твичинга созданный тест у него указан по весу тех приманок которые можно отвечать то есть 20 граммов воблер мы ставим спокойно и дергаем соответственно 130 в большинстве своем он тянет нормально ну по низу пока у меня вот ощущение что это где-то от 90-х может быть 85 очень жесткий такая вот палочка смычок конкретно для анимации у камеры села батарейка как раз во время моего разговора не договорился сбалансирован идеально вот то есть ноут пока ощущение от него очень очень приятные как от твичалки то есть плане анимации удобно что хочешь делаешь с воблером плюс такая двухметровая длина комфортно при ловле с лодки так мы теперь того мир не пройдет вы посмотрите сколько я на этом перекате скопилось это по ходу снова хорошая сюда ну такая неплохая девчонка спасибо соседи а да нет не первое скушала магалон чика ну ты такая же и сорвалась когда убежала предыдущая магалон обожаю эту приманку наконец-то я разлою теперь у меня в нее стопроцентная вера то есть не просто нравится что играет красиво но еще и щук ловит так верни нам магалон чика и мы тебя отпустим вы своясь ой какая буйная ух ты господи у меня душа в пятки ушла это надо было видеть то дна внезапно я вижу только пасть такую раскрывающуюся хлобысь и воблер сожрала она небольшая но поклевка было это офигеть именно визуально вода прозрачная стою задумался смотрю хобблер играть просто такая моська вылетает одна хватило и все и вот она продолжая двигаться по реке вот после того как на перекате поймал рыбу больше поклевок не было и вот что интересно обратил внимание так поняшу к сейчас стоит в тех камыша где рядом есть малек малек стоит там где ему удобно то есть тот противоположный берег где до этого она ловилась как бы да на перекате уже перестала работать то есть дальнейшее продвижение толку нет решил попробовать вдоль этого берега половить потому что сейчас он наветренный сюда всю воду гонит весь со всем мусором по идее малек должен стоять с этой стороны а если малек здесь то и щука должна быть но вот первый заброс и получается возможно моя теория сработала что щука там же где и малек то есть как попало во всех подряхлопухах нет смысла ловить и оббрасывать она вот держится определенных но я так понимаю первое в точке тех где рядом есть что поесть она же у нас не будет просто так стоять хух но у меня там пульт под 120 наверное после этой поклевки водичка очень прозрачный игру видимость это наверно метра три не знаю видно ли бы ты был на камеру вряд ли конечно но визуально мне очень понравилось как она выскочила за воблером откуда-то со дна что самое интересное не из лопухов поднялась со дна в целом глубина есть это метра два два с половиной немножко меняется где-то может три метра бывает ну вот за 110 рейнджем она поднялась ну что как говорится рыбалка рыбалкой точнее говорится война войной но не будем о плохом рыбалка рыбалкой обед по расписанию конечно руки чешутся быстрее обловить этот интересный участок где рыбка клюнула но в животе урчит еще сильнее приятного мне аппетита я скоро к вам вернусь ух как как хорошо но царапнула то его чуть не отобрала наверное за то что перехлестнулся не засеклась поклевка была четкая ой блин я страшно стало на какой-то момент потому что после поклевки он запутался сопротивление воблера пропала я побоялся думаю не дай бог срезала выше поводка нынче шакал то дорогие а макс квад это кого-то вообще 115 макс квад поставил на него среагировал что интересно агрессивные проводки на воблерах сегодня почему-то не работают то есть такой абсолютно спокойный умирающий твич с паузами ну как бы тот же могал он сам по себе такую проводку в первую очередь предпочитает скажем так не говорю что только а именно в первую очередь вот сейчас и на ререйнджа поклевка была в таком стиле и на макс квада то есть таком вот затухающим вот она наговорю на умирающем твиче ухты ухты сопротивляться ну как лодка вертится не знает ту же доловил или нет ухты хорошая очень хорошая то мод музы вы то сегодня прямо это как бы не самое самое были то ой господи зашла зашла в домик поздороваться да ты моя прелесть ребята сегодня просто офигенный день вот так вот и в сачке уже отцепилась вот такая вот замечательная щучка это просто шикарный денек сегодня вторая но она наверно примерно как и первое три горя первое взвешивала было кило 40 но это не знаю наверно примерно такого же размера отличная рыбка просто супер все родная иди домой спасибо тебе большое за поклевку и то что ты меня обрызгала мое лицо похоже на лицо счастливого человека я надеюсь да это просто офигенно интересно то она же клевала или нет или это уже другая против солнышка снимаю скорее всего меня практически не видно чудесная погодка сегодня день просто великолепный так сказать закрытие теплого сезона эти вот краски золотой осени желтый зеленый где-то красенький комаров нет мошкары нет погода такая не холодно не жарко просто замечательно я наверное уже задолбал своими эпикетами восхвалениями этого времени но это пожалуй одно из самых любимых времен года по крайней мере для меня осень теплая 8 но сработал этот красавец один из тоже моих уже теперь любимых воблеров мину он неоднократно вручал на рыбалках макс квад 115 джекал универсальный воблер такого универсальный воблер в плане щуки с такого усредненного размера небольшой не маленький 115 принципе на большинстве спиннингов можно его использовать красиво играет рыбе как видите нравится вот она прям на глазах смотрю куда-то щук выскочил кого-то жрать а он оказывается за моим воблером выскочил вот вы посмотрите чего какое здесь место хорошее и разловил воблер джекал ри рейндж господи зачем ты на себя столько крючков пособирала ри рейндж только 130 110 кутая давно разловил хотя он новее и насколько я знаю что не продается вот 130 вот первая рыба на 130 так на все крючки сразу вот такой вот звери вот такой вот воблер в зверь вообще ни разу не скромный и своим первая рыба на ри рейнджа 130 в таком вот свете натуральным вода невероятно прозрачная ну хотя вот здесь она чуть-чуть помутнее может поэтому здесь щука понаглее себя ведет там вот выше по течению когда я был там вода была прям вообще как слеза то есть метра три наверное видимость тут метра два куда от меня ветер опять подул я все как бы ставил 130 в надежде на то что получится соблазнить снова какую-нибудь хорошую щуку для нет на инске предпочтительнее воблер такой побольше все получилось точностью наоборот поставил воблер крупнее поймал щуку мельче ух ты вот тут поднялась укусила мой зараза я уже блесну давай выматывать она поднялась укусила колебалку ну и щучка такая неплохая ну грамм 500 то точно было но она вроде не укололась я у нее почти из морды вытащил она будет сейчас попробовать приманку сменить еще раз проведу блесну и провести здесь медленно воблер может быть получится доловить тошно да а вот она вот она ну в общем не выдержал я перебирал перебирал приманки вернулся снова к макс кваду 115 но и он меня вновь порадовал сейчас два часа дня рыба стала очень пассивной то есть как бы вроде и малек есть и ну то есть места хорошие поклевок нету то есть я предположу что именно что пассивная рыба стала но макс квад у меня по пассивной рыбе работает там полевой рыбы хорошо работает воблер вообще убойный ну вот на него соблазнился зверь маленький правда совсем зато клюнул я плыву сплавляюсь смотрю по сторонам искал где снова вижу малька потому что поклевок нет я как вы думаешь подумал что может быть еще с этим что-то связано перестал видеть снова всплески мальков там где плыл видимо что-то там не не нравилось им не стояли одеть прям тучи такая мальков стоит прям посредине глубина метра наверно два два с половиной может три непонятно вода прозрачная дно видно а все дно услана лопухами то есть воблер заглубляется на метр-полтора где-то получается щуки не видать настоялись даже в самих камышах тунец где-то в лопухах она может стоять спокойно на дне среди опустившегося лопуха и оттуда атаковать вот точно так же и произошло сейчас что я кинул просто посредине и она просто посредине клюнула поднялась за воблером то есть здесь вопрос в том чтобы понравился и воблер и она за ним поднялась вот и подошла к концу сегодняшняя рыбалка душу отвел на щук посмотрел поймал разных и больших и маленьких я считаю сегодняшний день очень удачным по количеству хвостов и по их качеству для данного водоема очень и очень неплохо получилось пожалуй это у меня в принципе самая удачная рыбалка на данной речке кто бы мог подумать что случится она именно сегодня я конечно тайл надеждами что будет какая-то рыбкой что-то я поймаю ну ожидал если честно меньшего получилось гораздо интереснее вот особенно две килошные щучки они вообще здорово разбавили мой сегодняшний результат кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был сибиряк 007 до новых встреч увидимся теперь уже скорее всего на береговых рыбалках поскольку такой прекрасный солнечный денек пожалуй один из последних судя по прогнозу этой осени удачная рыбалка а 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 и а Редактор субтитров А.Семкин